Добрый день, меня зовут Кирилл Рыбасов, я президент компании Мультифинанс. В этом видео я расскажу вам о том, как же проверить ваш действующий полис, действительно он является настоящим, все ли с ним в порядке, внесен он в базу и можно ли вам спать спокойно. Итак, для этого я включаю демонстрацию экрана и мы переходим в Яндекс, где я уже набил Российский Союз Автостраховщиков, точнее набил РСА. Вы можете сделать точно так же и первая ссылка, которая выходит, это Российский Союз Автостраховщиков. Мы на него переходим, сайт на самом деле называется автоинш.ру, нам из этого сайта нужна будет только кнопочка ОСАГО, нажимаем на него и дальше мы переходим на сведения для страхователей и потерпевших. Выпадает такой большой достаточно список разных ссылок, но нам в данной ситуации нужно всего лишь две. Первое это сведения для страхователей о статусе бланка полиса в ОСАГО и дате заключения договора. Мы переходим по этой ссылке и у нас есть первое поле, это серия бланка ОСАГО и естественно серии сейчас четыре вариации, XXX, CCC, EE и BBB. Нам действующие сейчас на данный момент, на момент записывания видео это EE, потом может быть позже будут другие. XXX это для электронных полисов. Так что электронные полисы вы тоже здесь можете проверить. 266-95-72. Вот мы ввели номер и серию полиса, далее нам нужно подтверждающий код ввести. Он естественно каждый раз будет меняться. Итак, мы вводим, какой мы получаем результат. Ну, статус находится у страхователя. Если полис еще не выдан, не оформлен, статус будет находится у страховщика. В данном случае находится у страхователя. Ну, все отлично, значит полис у нас. Дальше страховая компания. То есть мы можем определить страховую компанию. Если у нас на полисе написано Ингострах, а тут Росгострах, уже надо паниковать. Дата заключения договора. Это на тот момент, когда вы оплачивали деньги, на тот момент, когда вы давали квитанцию. Но иногда сам договор начинает действовать чуть позже. Но здесь у нас, видите, день в день начинает действовать. Так иногда бывает 30-е или на 5-е, на 2 недели позже вперед. И так далее. В вашем ситуации нужно смотреть именно даты начала действия договора. То есть действует ли сейчас полис, все ли в порядке, можно ли по нему ездить на дорогах России. И дата окончания действия договора, это когда он заканчивается. Ну, обычно здесь всегда год. Здесь всегда год. Отлично. Все вроде в порядке. И вы можете ввести свой номер серии полиса и спать спокойно. Но здесь не хватает определенных данных. Каких данных? Данных, которые указывают, что именно ваш автомобиль, на самом деле, именно для вашего автомобиля выписан этот полис. На самом деле, может получиться так, что у вас фальшивый и он действует в ту же дату с настоящим. Ну, допустим, у Ивана Ивановича Иванова полис Росгострах выдан на этой датой и начал действовать. А вам, мошенники, в этот же день выдали такой же копию, да, клон. Но вы не понимаете по вот этой ссылке, вы не понимаете, ваш этот полис, не ваш. Для этого РСА пошел дальше и придумал еще одну проверку, где уже показывается результат ваш ВИН. ВИН автомобиля, который застраховывает. Не знаю, почему сразу не выдать такие информации за один раз. Но, тем не менее, мы также повторяем ОСАГО, сведения для страхователей потерпевших. Но здесь уже нам нужна будет, так, по-моему, это четвертая ссылка. Да, это четвертая ссылка. Мы выбираем, опять же, серию БББ 039-266-95-72. И уже набираем 78АПФ. Нажимаем поиск. Так, что неправильно? Сведения страховства сказаны, но не найдены. Так, ну давайте обновляем, что здесь я неправильно сделал. Да, ну, конечно, я БББ. Какая же БББ, когда у нас ЕЕ серия. Поэтому, как выглядит отрицательный ответ, вы уже увидели. И еще раз ставится. ВП 63ПД. Нажимаем поиск. Все, здесь отлично получилось, появилось. Самое интересное, что у нас есть госномер нашего автомобиля. Еще это все повторяется, дублируется ВИНом. И статус действия договора на заправившую дату действует. Росгострах. То есть, по двум ссылкам, два действия, которые мы только что с вами проделали. Это точно будет подтверждение, что именно ваш автомобиль, именно ваш автомобиль, он застрахован. Но возникает вопрос, какие водители, какие водители вписаны в эту страховку, и действительно ли я, или еще какие-то водители вписаны, и все ли в порядке, именно по ним посчитаны коэффициенты. Об этом вы увидите уже, об этом мы поговорим в следующем видео. Меня зовут Кирилл Рыбасов. Счастливо. Пока-пока.